здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут елена 21 января самый опасный и несчастливый день в сегодняшнем видео вы все узнаете 21 января самый опасный и несчастливый будьте осторожны в этот период в сегодняшнем видео вы все узнаете этот день властвует и 19 в иной сутки опасные и несчастливые если есть возможность проведите этот день дома чтобы избежать притока негативной энергетики постарайтесь пробудить в сердце любовь ко всему сущему в идеале следует простить хотя бы одного человека которого вы считаете врагом будьте осторожны с новыми знакомствами и идеями и это пора обольщения когда все видится не таким каким является на самом деле наступают самые конфликтные во всем календаре 19 и лунной сутки для того чтобы оказаться в центре разгорающейся ссоры достаточно даже неосторожного взгляда не говоря они обдуманы оброненных словах при этом выйти из положения используя для себя не удастся все скандалы сегодня приводит к тяжелым а иногда к необратимым последствиям в этот день необходимо сохранять выдержку так как от того сможете ли вы противостоять агрессивной энергетики этих суток зависит ваше будущее богополучие ваша задача своими поступками показать сумме что вы достойный благ на которой претендуете будьте готовы к тому что за свою мечту придется побороться причем исключительно честным способом даже о хитрости в процессе лучше забыть также вам предстоит ответить себе насколько важны поставленные цели и не являются ли они всего лишь забавой 19 на сутки пригодится умение схватывать все на лету и скорость вашей реакции так как препятствия будут возникать молниеносно и требовать мгновенного решения если вы не уверены в своих способностях будьте готовы к возможным сложностям заранее продумайте план действий на случай неожиданных неприятностей кроме того помните что сегодня в почете милосердия и терпения они помогут справиться даже самыми серьезными проблемами период ставит вас перед выбором позволяя стать сильнее справившись со своими страхами и тревогами или позволить им взять верх и лишиться шанса на исправление ситуации поэтому постарайтесь реально оценивать события которые с вами происходят в этот день и не поддаваться эмоциям умение трезво смотреть на вещь в 19 на день особенно важно так как имеется соблазн поддаться самообману и переоценить свои возможности закономерным результатом станет череда неудач так как даже один необдуманный поступок сегодня приведет к длительному невезению любые даже незначительно на первый взгляд события сегодня имеет большое значение ваши поступки особенно важны помните что в 19 на сутки все что вы предприняли по отношению к окружающим вы будете получать назад избегайте негатива в адрес других чтобы не получать его обратно основной принцип и этого дня другие поступят с вами также как вы с ними если вы откажете в помощи близкому человеку либо обманете кого-либо из корыстных соображений наказание за эти проступки настигнет уже через пару дней и продлится как минимум до следующего лунного месяца особенно неблагоприятна вторая половина суток считающийся самый опасный непредсказуемый в этот период запрещено общаться с незнакомцами заводить новые знакомства а также избегайте любых тяжелых разговоров в этот период дают о себе знать кстати внутренние демоны и при отсутствии самоконтроля это может привести к печальным последствиям после того как наступит уже вечером двадцатые луны сутки будьте готовы проявлять активность не идите на поводу обстоятельств проявлять решимость избегайте чувства зависти так как сегодня только она может вам помешать в этот день запрещено осуществлять крупные финансовые сделки заключать договоры а также одолжить и занимать деньги внимательно относитесь к текущим делам и не начинайте новых обязательно проведите уборку помещения избавьтесь от старых ненужных вещей выбросьте все ненужное из дома как вы сможете обновить энергию в своем доме в отношениях со второй половинкой проявляйте чуткость избегайте выяснения отношений и ссор не лучшее время для свиданий а также для свадебной церемонии романтические знакомства не желательно так как из-за повышенной раздражительности есть риск упустить свою судьбу ну а по народным приметам в этот день отмечают емельян зимний те чьи день рождения приходится на 21 января можно считать яркими индивидуалистами им нравится привлекать внимание окружающих своей неординарностью и своеобразным взглядом на жизнь кроме яркости им присуща щедрость души целеустремленность и проницательность а их талисман янтарь вторым названием этого дня было емельянку мишный ведь на руси в этот день приглашали гости кумови которые приносили своим крестником различные подарки а также небольшой мыло и рушник который должна была вышивать только крестная ребенка в этот же день родители обмывали малыша этим мылом и приговаривали такие слова мыло кумом данные все болезни исцеляет здоровьем и силами дитя наполняет истина говорили один раз по примете мылом никто не должен был пользоваться кроме ребенка череда святочных дней оставалась позади и это означало что пришло время работы и бытовых забот женщины в этот день занимались сменой праздничной обстановки на обыкновенную убирали светлые скатерти и салфетки стирали их и откладывали до следующих праздников а место них застилали постели темными теплыми и немаркими покрывалами на стол стелили поседневные скатерти смене подлежала и одежда как правило погода в это время стояла суровая промозглые ветра продували деревянные избы и потому крестьяне были вынуждены носить теплую и часто не очень привлекательную одежду начавшийся период свадеб шел в полной мере но не все браки были сложены по обоюдной любви иногда брак молодых был выгоден семье жениха или невесты и тогда им приходилось смириться с выбором влиятельных родителей и подчиниться их прихоти если юноша должен был жениться на той кому он не испытывал романтических чувств 21 января натощак он должен был выпить несколько глотков святой крещенской воды тогда любовь приходила в их семью 21 января считался на руси днем исцеления а молодые девушки в этот период избегали зеркал считалось что смотря зеркало можно навечно растворить в нем свою красоту каких-либо ограничений на магические практики в этот период нет но следует четко представлять последствия своих действий однако так как это считается очень неблагоприятный день то следует позаботиться о своей защите и полезны практики избавляющие от порчи сглаза и невезения если вашей жизни идут постоянные проблемы и вы чувствуете что вы не можете справиться неприятностями своей жизни то сделайте легкую практику достаточно просто взять стакан воды туда разбить яйцо яйцо можно взять которые у вас холодильники и этот стакан с водой с яйцом вы ставите под свою кровать и оставляете ровно на сутки когда будете ставить свой стакан то скажите такие слова разбивается растекается с меня воду все снимается вода защитит от любого зла меня сохранит небесные силы мне помогают мощную защиту мою укрепляют вот эти слова говорите три раза все оставляйте свой стакан с яйцом ровно на сутки на следующий день вы можете либо вылить в унитаз либо в землю кому как удобно посмотрите как вам будет вашей жизни намного легче также очень хорошо избавляться от порчи в этот день достаточно зажечь свечку данную практику нужно делать вечером смотрим на огонь и говорим такие слова светлый огонек помоги ты мне дружок возьми на себя все зло и да напускную порчу сглаз слова недоброе помыслы дурные все с ними и прочь сожги выгоняю все зло и своего тела и своего дома все хвори и боли прогоняю добро в дом запускаю откуда пришло туда и уходи да будет так говорим три раза оставляем свою свечку чтобы она вас прогорела полностью до конца такую практику можно делать почаще в период убывающей войны она очень хорошо помогает снять с вас всю негативную программу а если вы хотите избавиться от бедности бывает такая ситуация что нехватка денег часто оборачивается огромными долгами особенно по кредитам и не всегда эти суммы удается погасить самостоятельно и в случае если у вас ситуация уже вышла из-под контроля проведите данную практику вам понадобится одна свечка и пиала воды вечером когда уже она зайдет на небо вы должны налить воду в пиалу зажечь свечку когда ваша свечка уже разгорится начинайте воском капать воду и при этом проговаривайте такие слова как тает воск так и моя бедность исчезает воду все отпускаю долги свои выгоняю богатство со мной все невзгоды давай как луна убывает так и нищета и долги мои исчезают да будет так говорим три раза все это время вы должны воском капать в воду все далее когда вы уже закончили свечку можно затушить оставить до следующего раза эту практику также можно повторять в период убывающей луны а вода с воском который у вас в пиале вы должны обязательно вылить на землю либо по дереву все такая практика позволит вам получать много возможностей и намного быстрее справиться со своими долгами и как обычно по традициям перед сном каждый из вас перед тем как ложиться спать проговариваем такие слова в скором времени все события моей жизни будут разворачиваться только в мою пользу повторяем один раз и вы посмотрите что обязательно вашей жизни наступит самый благоприятный период